Хэй, 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 всем привет дорогие друзья, с вами Чинацкий и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Хорошая Пицца, Отличная Пицца. И сегодня кукурузный день, друзья, наконец-то покупаем и эту начинку тоже, поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать комментарии, конечно же, в честь нашей кукурузки, потому что чем больше начинок, тем, конечно же, лучше, друзья. Ну а мы начинаем потихонечку, так, войдите в игру, задание есть, достижение есть, так, цачарт 5 звезд и цаврум ананасово, офигенски. 16 место, все хорошо, здесь у нас, ага, получить пока что не могу, но, кстати говоря, возможно, сегодня мы с вами получим еще и вазочку, какую-то приколдесную. Надо будет обязательно задонатить на прокачку пропуска, ребята, пишите, опять же, комментарии, если хотите, чтобы я купил плюс 10 очков пропуска, это нам даст возможность очень неплохо качнуться до 16 уровня где-то, ну и 9 надо будет самостоятельно, конечно, открыть. Так, 14 кварталов учил бекон, разрежьте пополам дважды, окей-си. Так, одна беконная и одна ананасовая для доставки, поэтому и то, и другое мы, конечно же, сейчас делаем с вами. Так, это сюдемс, это сюдемс, давайте начнем, наверное, с беконной, хотя, в принципе, слушай, наверное, начну с ананасовой, чисто, чтобы ее сразу на доставку закинуть, чтобы потом банально даже и не думать об этом. Раз, два, три, раз, два, три. Ананасовая есть, хорошо, и пошла беконная тоже. Так, готово. Разрежьте пополам дважды, это получается только два разреза, окей, не вопрос. Так, что у нас здесь, ананасовая и две вегетарианские у нас есть, следующий заказ на доставочку. Тоже, в принципе, без проблем могу сделать, почему бы и нет. Так, сразу же разложу тесто сюда. Разрежьте пополам дважды, это получается как-то вот так вот. Пожалуйста, держите, мистер, мистер. Супер, дело пошло, начало положено, поехали дальше. Грибная пицца, пшеничное тесто, хорошо. Интересный заказ, не вопрос. Так, ну, в принципе, нам грибы нужно будет положить на все три пиццы, поэтому, ну, как бы вегетарианская она с грибами в том числе. Как и сыр, как и соус, поэтому мы с вами, в принципе, здесь можем делать все постепенно, потихоньку. Так, грибы, поехали. Сразу же раскладываем. Я думаю, что можно сразу же, в принципе, и в печку закинуть эту, как только мы грибную сделаем, правильно? Пшеничное тесто готово, переносим сюда. Здесь грибы продолжаем делать. Кстати говоря, на самом деле заказ-то довольно-таки мощный, две вегетарианские пиццы. Это много довольно-таки начинок, ну и как бы две пиццы. То есть это масштабно, это довольно масштабно. Давайте я, наверное, чуть больше времени уделю здесь, потому что нужно побольше всего положить. Так, я приболел, ребят, честно скажу. Но, так сказать, пицца требует жертв. Нужно, даже вот если ты болеешь, все равно выходить на работу, готовить, конечно же, в масочке, чтобы никого не заразить случайным образом. Ой, блин, два раза нарезать. Ой-ой-ой, вот это нехорошо. Это нехорошо. Стоп. Чего? Слушай, это вообще нормально? Типа грибная, это теперь означает еще и трюк? Вы что, издеваетесь, что ли? А как я должен был это узнать? Прошу прощения. Слушай, это очень странно. Это реально очень странно. Пицца с беконом позволит провернуть этот трюк. Я что-то вообще нифига не понял, как это получилось, если честно. Теперь грибная пицца, это в том числе и трюфельная? Это, конечно, логично. Я абсолютно точно это понимаю. Но раньше это так не работало 100%. Хотя трюфели уже-то на тот момент были. Слушай, это очень странно. Ну, окей. Я не буду, конечно же, возвращать день из-за одного пропуска, из-за одного возврата. Это, конечно, неприятно, но не супер критично. Но, конечно, вообще-то, если честно, немножечко обидно. Ладно, не страшно, не страшно. Так, нам вот что страшно, так это то, что нужно вот эти две пиццы успеть приготовить. Потому что скоро уже курьер приедет. И нам нужно, чтобы они все уже были готовы. Так, баклажанчики тоже кладем. Там остается еще ананас и трюфель, по-моему, тоже. Сейчас попробуем это сделать. Потому что трюфели в вегетарианскую пиццу тоже, по идее... А, еще и базилик. Ё-моё. Слушай, много, много. К сожалению. Я вот, честно говоря, даже не знаю. Успеваем мы до его плохого... Не, наверное, до его плохого настроения в любом случае не успеваем. Капец. Сильный заказ, сильный. Я ничего и болею. Это, конечно же, минус очки, так сказать, к моей продуктивности. Потому что вон у него уже приближается плохое настроение. Там, блин, еще и кукуруза. Ё-моё. Сколько начинок у нас теперь с вами? Очень много. Очень много начинок. Так, давай, 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 давай. 46%. Ну, это, конечно, не очень хорошо все, ребят. Это, конечно, вообще нифигашечка не очень хорошо. Так. Давай, 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 давай. Первая пошла. Давай. Следующая. Хорошо. Пока вроде бы не очень, конечно, все это вместе получается. Но, хоть как-то поехали ускоренную. И сюда. Все. Здесь готово. Раз, два, три. Пошли сюда. Да, плохое настроение у него уже, ребят. Но ничего страшного. Если сама пицца была норм, то он одобрит, я думаю. Надеюсь, по крайней мере. Держи. Найс. Плохое настроение, согласен. Но ничего страшного. Не критично, друзья. Не критично. Так, две вегетарианские. Пожалуйста. Подберите. Супер. Шестьдесят шесть баксов, ребят. Шестьдесят шесть. Это того стоило, я считаю. И со сладким перцем я, наверное, приму заказ. Потому что, в принципе, мы должны успеть его сделать. О, это этот. Понимаю, почему это место еще не вошло в десятку лучших. А. Понятно. Она решила просто не брать у нас заказ. Я понял. Так, ананасовые креветки, соус песто. Блин, вообще-то обидно немножко. Говорит, типа, я понимаю, почему оно не в десятке. Слушай, ну, вообще-то я очень близко к десятке. Ну, ладно. Может быть, это из-за того, что повар немножечко, так сказать, кашляет. Ну. Это какой-то нехороший получился экспириенс, скажем так. Так, со сладким перцем. Еще одно нужно сделать. Блин, конечно, да. Голос сел, ребят, голос сел. Но ради контента, ради вас я готов постараться. Так, здесь готово. Раз, два, три. Раз, два, три. Готово. Так, и ананасовые креветки. Давайте мы еще и ананасиков сюда положим. Это нам для заказчика нашего. Готово. Доставка тоже есть. Слушай, ну, мы идеально все сделали. Мы все три доставки сделали, насколько я понимаю. И ананасовые креветки на соусе песто тоже готовы. Прекрасно. Просто прекрасно. Задание есть. Ускоритель духовки мы с вами задание получим тоже. Ну и, в принципе, нормально. Реально. Мне кажется, что все ок. Такс. Со сладким перцем. Пожалуйста. Замечательно, друзья. Замечательно. 300 баксов мы уже с вами подняли. Хотя только-только купили новую начинку. То есть мы с вами реально поднимаем огромное количество денег именно на доставке. Очень много. Но сразу же отдаем немножечко за ремонт еще вдобавок. Ладно. Следующий день. Смотрим, что будет дальше. Местные пиццерии, такие как ученаски, начали предлагать кукурузу в качестве начинки. И результаты потрясающие. Такие рестораны отметили незначительный рост позиций в рейтинге. Но кукурузность каламбуров увеличилась на 1000%. Я... Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Так. Что у нас получается здесь? Саврум. Ой, слушай. Вот это помощнее уже выглядит. 50 баксов это очень много. Я приму, конечно же. Это важно. Здесь у нас 16 место. Все. Еще не в десятке. Долго идем. Что он хочет? Пицца с анчоусами. Окей. Пицца с анчоусами. Курина и две любители мяса. Так. Ну, слушай. У нас тут полный завал просто, если честно. Так. С анчоусами, курина и любители мяса. Я, наверное, сделаю курину и анчоусну. А потом любители мяса уже сделаем на следующем заказе. Мне кажется, что так будет лучше всего. Так. С курина у нас идет первая. Окей. Курочка не самая красивая. Если честно говоря, начинка мне она не очень нравится. Ну, в принципе, пойдет. В принципе. Зато куриная пицца, кстати, довольно-таки норм. Дальше у нас идет анчоусы. Хорошо. Готово. Отлично. И две любители мяса у нас идут следующими. Окей. В принципе, одна уже готова. Вторую я сейчас вот приготовил. Найс. Я думаю, что все норм. Я думаю, что все норм. Так, анчоусную режем и отдаемся. Прекрасно. Даже в хорошее настроение уложились. Замечательно. Смотрим дальше. Так, наполовину соленый моряк, другая фруктовая свинья, но не хочу ингредиентов зеленой мечты. Блин, вот запарные заказы опять. Давайте посмотрим любители мяса, по-моему. Это четыре основные начинки мясные, если не... Да, да, именно так. Окей. Это много времени 100% не займет, потому что довольно-таки быстро благодаря пирожечке. Думаю, что сделаю сначала их, а потом уже можно будет передвигаться к нашему основному заказу. Проблема основная в том, что, конечно же... Две пиццы сделать... Ну, блин, я боюсь, что у него плохое настроение будет, скорее всего. Но я обязан их сделать, потому что иначе банально... Ну, как бы... Доставка приедет. А у меня пицца не готова. Вот в чем, как бы, основная проблема. Так, сюда, 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 сюда. Готово. Ну, что, теперь остается только... Ой, аккуратно. Остается последняя. Это... Да что ж такое-то? Это сделать... Эээ... Вот эту пиццу. Половина соленый моряк, другая фруктовая свинья. Но не зеленая мечта. Соленый моряк, это оливки и анчоусы. Давай все проверим, на всякий случай. Соленый моряк, это оливки и анчоусы с одной стороны. Вот он. Фруктовая свинья, вот. Но при этом без перца. То есть у нас должно быть анчоусы с одной стороны. Оливки по всей пицце. А все остальное только... Эээ... С одной стороны тоже. Вроде бы как. Так, анчоусы с одной стороны. Оливки по всей пицце, опять же. Раз, два, раз, два. Раз, два, три, три, три. Наполовину фруктовая свинья. Это значит, что мы кладем это. 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 Да, ребят, буду сегодня немножко меньше говорить. Потому что, да, ну... Я на самом-то деле, может быть, даже пропустил бы эту серию. Но проблема в том, что... Так, это я вроде бы все сделал. Фруктовая свинья. Проблема в том, что если я не буду снимать, то, к сожалению... Блин, ребят, сейчас надо перепроверить. К сожалению, ивент закончится. Вот в чем проблема. Ну, вот этот пропуск. Боевой пропуск наш. Поэтому нужно это делать обязательным образом. Оливки есть. Ананасы и сладкий перец. Окей. Ананасы есть. Оливки есть. Сладкий перец. Вроде бы все сделано. Насколько я понимаю, по крайней мере. Так, раз, два, три. В печку. И раз, два, три. В печку. Вроде бы все сделал правильно, ребят. Я уж не знаю, конечно, как на самом деле. Но вроде бы как... Блин, я перец положил. Он же просил ничего. Стоп, он же просил ничего с зелеными... Чуть-чуть, я вообще не понимаю, как работает этот заказ, ребят. Он же просил ничего из зеленой мечты. А перец это из зеленой мечты. Я не понимаю, как это работает. Реально. Банально, просто тупо не понимаю. Так, веганская одна. Но, ребят, это нам даст 28 баксов. А сырных три, и они дадут только 26. Сейчас посмотрим, если успеем принять. Так, хорошо знаете рецепты пиццы. Фламкухен. Мне нужно проверить нашу рецептную базу. Довольно интересный рецепт у этой пиццы. Давайте попробуем его сделать. Значит, насколько я понимаю, соус здесь не нужен. Нужен лук. Давайте мы его положим. Ага. Также нужен вот этот товарищ. Вроде бы как. Блин, надеюсь, я все делаю правильно. Но вроде бы как да. Вроде бы как да. А я принял, кстати говоря, доставку. Ага, веганская на 7... А, нет, не принял. Все. Слушай, я могу принять три сырных. Но сначала я хочу, честно... Так, я бы на самом деле еще и задание бы выполнил. Вот это. Давай, наверное, так и сделаем. Я бы еще принял заказ на три сырные. Почему бы и нет, в общем-то. Раз, два, три. Не самая, конечно, красивая пицца. Но я думаю, за счет скорости и правильного рецепта... Да, тоже восхитительно. Почему моя работа должна быть такой тяжелой. Найс. Раз. Найс. Два. Прекрасно, друзья. Просто прекрасно. Три осталось жетончика до получения новой... А, стоп. Шикардос. Шикардос, друзья. Ладно, это потом посмотрим. Две пиццы маргарита без сыра, хорошо запеченная. Ну, слушайте, давайте в таком случае сделаем пять пицц подобных. Начнем с трех сырных. Начнем именно с них. Так, на всякий случай перепроверяю. Три сырные, все точно. Три сырные, это самый простой рецепт, разумеется. Это просто соус и сыр. Маргариты будут чуть-чуть посложнее. Буквально там... Ну, там совсем чуточку. Буквально чуточку-причуточку. Сюдимс. Две, да, она попросила? Да, две, получается. Без сыра маргарита это только соус. Это сразу сюда отправляем. И базилик. Только давай сразу сюда еще сделаем. Вот так вот. Соус. Отлично. Это идет сюда. И базилик тоже накладываем. С ускоренной печкой я думаю, что мы с вами справимся даже без ухудшенного настроения, скорее всего. Если честно, у меня есть такое ощущение, что мы с вами просто идеально все затащим. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, это готово. Теперь эту нарезаем. Да, мы одну доставку пропустили, друзья. Но это абсолютно не важно, потому что мы с вами, главное, что критику дали хорошую пиццу. Это намного важнее, чем доставка. Вот если сравнивать деньги и высокий рейтинг в конкурсе, то, конечно же, лучше, чтобы был высокий рейтинг. Деньги это приходящее. Это мы еще с вами сделаем. А вот рейтинг обязательно нужен. Готово. Она просила хорошо запеченная. Ребята, на самом деле, я бы, может, даже и успел бы сделать. Ну, пофиг. Это не так важно. Это далеко не так важно. Да, к сожалению, новый заказ мы не успеем принять, потому что у нас еще доставочка. Отдаем. Получаем 31 бакс. Очень хорошо. О, замечательно, даже я бы сказал. И мы в шоколаде. Просто замечательно. Друзья, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать комментарии, конечно же. Все это... Ой, блин, сколько у меня уходит на ремонт. Это просто капец. Все это очень-очень важно. Ну и пишите в комментах, что вы думаете стоит прокачать. Длинные дни, талисман пиццы или же все-таки накопить на быструю печь. Быстро... Ой, может быть, резальщика купить вообще. Ну, в общем, пишите. С удовольствием все прочитаю. На сегодня, пожалуй, что все. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока.